В целом, портрет мужчины. Что же его отличает? Лоб. Лоб у мужчины шире, наклонен назад, может иметь небольшую впадину и более низкое расположение апоневроза. Мы с вами знаем, что у мужчины лоб такой достаточно тяжелый. Мышцы в области лба очень активны. Они формируют горизонтальные морщины. Линия роста волос у мужчины чаще всего напоминает букву М. Брови имеют горизонтальное расположение. Еще раз обращаю внимание, при ботулинотерапии никаких техник подъема бровей в виде галочки у мужчины не должно быть. Просто представьте себе, обратите сейчас внимание на мужчину, находящийся рядом. Просто представьте его с задранными бровями, с галочками на лице. Я думаю, что ни один мужчина к вам либо больше не вернется, либо не скажет никогда спасибо. Кожа в переорбитальной области менее эластичной, более плотной. Поэтому такая проблема, как гусиные лапки, мелкие гусиные лапки, мужчины встречаются реже. Обычно, если формируются, то достаточно глубокие морщины. Но на самом деле портрет мужчины это никак не ухудшает. Переносица широкая и плоская. Говоря об области щек, то комки беша у мужчины меньшего объема. Редукция их наступает раньше. Мы как раз не видим таких плотных щечек у мужчины. Часто бывают так называемые ямочки амура, пальчики амура, когда мы с вами видим такую ямочку на щеках, когда наши мужчины начинают улыбаться. А скулы расположены медиальнее и они менее очерчены, нежели у женщин. То есть мы с вами видим, вот если посмотреть на представителя, одного из представителей мужчин, как бы такого, как идеального у нас с вами портрета мужской харизмы и брутальности пересобросана, то мы здесь видим, что нет у нас четко очерченных скул. Скулы как раз-таки, как и говорится на данном складе, смещены чуть медиальнее. Нос больше, чем у женщин, спинка носа широкая и прямая, на злобиальный угол 90-95 градусов, достаточно хорошо выражены ноздри. И вот губы, губы тонкие, губы часто поджаты и более узкая сама по себе верхняя губа, нежели у женщин. То есть тут мы не говорим о том, что корректируют мужчину, а будут случаи, когда к вам придут пациенты и запросом на коррекцию, в том числе губ, потому что никто не отменяет такие заболевания, как периоральный драматит у мужчин, как сухость губ вследствие каких-то аллергических заболеваний. Тут мы с вами не говорим ни о каком пуша-побъеме, мы просто говорим о небольшом увлажнении для того, чтобы восстановить именно увлажненность губ. Говоря о подбородке, это массивная, четко очерченная область, которая является гендерным отличием мужчины, поэтому еще раз обращаю внимание, что мы в обязательном порядке делаем акцент, работая с пациентом мужчины на данную область. Подбородочная мышца, она очень активная, она есть склонность к отложению жира в этой зоне, и он должен двигаться вперед. Когда мы с вами будем говорить о методиках коррекции филеров и данной зоны, мы понимаем, что сюда мы обязательно проводим коррекцию, делая его подбородок четким, достаточно квадратичным и объемным. Это будет как раз, если нам захочется усилить брутальность мужчины, то это первая зона, с которой мы будем с вами работать. Глаза орбита круглая, она небольшая, мы с вами не видим таких ярко выраженных, активных глаз у мужчин. И нижняя челюсть, она широкая, она выдается вперед и, соответственно, тоже является еще одной гендерной особенностью при работе с пациентом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok